Ну что, товарищи выживальщики, Схрон продолжается! Схрон. Дневник выживальщика. История полковника Уайта. Автор Семён Ганенко. Перед тем, как мы продолжим, я бы хотел сказать большое спасибо всем спонсорам пересадочной станции. На Ютубе, в Телеграме, на Бусти. Благодаря вашей поддержке выходит больше книг, роликов, больше фантастических миров. Спасибо. А для тех, кто ещё не в курсе, что такое подписка с ранним доступом, обязательно попробуйте. Ссылка на Бусти, Телеграм и Ютуб есть в описании и закреплённом комментарии. Активировав спонсорскую подписку, вы получите доступ ко всем книгам и циклам, озвученными мной и чтецами пересадочной станции в аудио. Также у вас будет ранний доступ ко всем новым путешествиям. И, конечно же, став спонсором, вы сможете напрямую поддержать пересадочную станцию. И да, приятного путешествия! Пролог Карелия, май 2000 год Я удобно расположился на вершине скалы, не забыв подстелить тактическую сидушку. Моему взору открывался великолепный вид, слегка напоминающий пейзажи Юкона. Те же вековые пихты и сосны изредка встречаются небольшие лиственные рощицы. Такое же светлое северное небо с редкими облаками, подсвеченными рыжим солнцем, не спешащим скрыться за горизонт, несмотря на поздний час. В отличие от Юкона, здесь нет заснеженных вершин и отвесных скал, похожих на клыки хищников. Здесь скалы с плавными очертаниями, почти полностью скрыты за высоким лесом, как кошачьи когти в мягких лапках. Природа этих мест всем своим видом показывала мягкость и доброту. Живописные озера напоминали голубые глаза исполина, глядящего на людей, потерявших берега от иллюзии своего всемогущества, с мягким укором, как на неразумных шкодливых детишек. На расстоянии четверти мили располагалась база отдыха, вся территория которой полностью просматривалась с моего наблюдательного пункта. В бинокль было отчетливо видно, как веселятся богатые подонки. Пьяные, обкуренные, самодовольные физиономии, дорогие костюмы, испачканные деликатесами и облитые коллекционным алкоголем. Полуголые тела распутных девок, все двигалось в ритме дешевой попсы. Эти люди, если их так можно назвать, без тени сомнения считали себя хозяевами жизни и вершителями судеб, хотя на самом деле были марионетками в спектакле более влиятельных финансовых воротил. «Моя работа на ближайшие два дня – обеспечивать безопасность этого сброда. Конечно, это унизительно для боевого офицера, прошедшего множество горячих точек. Эта пьянка, плавно переходящая в оргию, прелюдия к завтрашней сделке, суть которой – выкуп за бесценок огромных территорий в Карелии и раздел их между российскими и американскими олигархами. Поселки, находящиеся на данной территории, будут снесены, а жители окажутся на улице со смехотворными компенсациями. Ради чего все это делается? Для большинства новоришей ценность этих земель в месторождении сланцевой нефти. Но про главный источник сказочных богатств знают лишь несколько человек в США и пара человек на этой базе, один из которых я. Зачем вообще я согласился влезть в этот буллшит? Конечно же, не ради денег, хоть и обещали неплохо заплатить. Главной причиной было желание поработать бок о бок Джоном Маккейном, ведь он был моим кумиром до сегодняшнего дня. Я наивно полагал, что сенатор выполняет тайное задание президента, а он всего лишь передаточное звено между нашими и российскими олигархами. Вторая причина. Интересно было побывать в краях, где отец провел детство и юность. Музыка чуть стихла, и толстосумы начали небольшими компаниями разбредаться по шикарным виллам, чтобы там продолжить отрываться. Тишину нарушил Пискрации, через секунду из нее раздался мяукущий тенорок агента Дика. «Скала, я скважина, выходите на связь!» Скала ответил. Монотонно промолвил я. «Объект 48 вошел в виллу номер 17 в сопровождении двух леди», – доложил Дик. «Принято». «Разрешите идти?» – спросил он без вызова. «Куда идти, блять? Ты на службе, мать твою, а не в своем гребаном глиноместном цеху!» «Этот хрен меня весь день бесил!» «Наблюдай за входной дверью, незаметно, сменяйте друг друга со своим диксакером Пуси каждые два часа, понял?» «Да, сэр», – ответил он интонации, которые посылают. «Фи, какой вы все-таки грубый! Я на вас суд подам!» «Подавай, но приказы исполняй!» «Вижу, информация о молодом специалисте по рекультивации просто необходима для ЦРУ, особенно его успехи в постели. Это же такая важная персона! Америка за это будет очень благодарна мне и вам, сэр!» «Конец связи!» – рябкнул я. «Как же достали эти временные подчиненные! Дали мне командиру батальона морской пехоты руководить четырьмя ЦРУшниками!» «Сколько пафоса, высокомерия и снобизма в каждом из них! Хоть я и старше них в среднем на десять лет, но их величество не спешат исполнять мои приказы. По каждому надуманному поводу язвят и огрызаются, не забывая намекать, что я – быдлый солдафон!» «Самый адекватный из специальных агентов – Джек Борд из Калифорнии, профессионал своего дела!» «Фотографическая память, молниеносная реакция, безупречная оценка обстановки!» «Из недостатка в спесь и нарциссизм, легенда, заурядный секьюрити влиятельного олигарха!» «Другой мой временный подчиненный – агент Гордон Пауэр из Эклахомы. Его главное достоинство – умение входить в доверие и вживаться в роль. Думаю, Рэднекус раньше нетрудно притворяться разбогатевшим быдлом из российской глубинки. Легенда – успешный, но хамоватый бизнесмен с Урала. Оставшиеся двое – парочка агентов – Райот, Пусси и Аллан Дик, оба из Лос-Анджелеса. Оба нетрадиционной ориентации как по легенде, так и в жизни. По легенде, Пусси и Дик – соответственно, блогер, правозащитник и помощник губернатора. Главное достоинство – умение навязать свою точку зрения и убедить в своей правоте. Главный недостаток – факт их существования. По документам они все граждане России, и агенты гордились тем, что за пять лет ни разу не привлекли внимание ФСБ. Поначалу с этой фантастической четверкой было вполне терпимо работать. Обо всех участниках данного мероприятия, включая обслуживающий персонал, они собрали подробную информацию. Подозрения на связь каждого участника с ФСБ или каким-либо антиамериканским тайным обществом были исключены. Во время охоты агенты не теряли бдительность ни на секунду, но стоило гостям базы отдыха оставить оружие в номере. ЦРУшники расслабились и принялись отрываться не хуже олигархов. Состояние тревоги меня не покидало весь день. Шестое чувство, которое меня редко обманывало, мне подсказывало, что этой ночью должно что-то страшное произойти. Особое подозрение у меня вызывал молодой парень, специалист по рекультивации Александр. Первое. О нем было меньше всего информации. Второе. По взгляду парнишке было понятно, что он не чувствовал себя частью этого коллектива. Третье. В его глазах было не предвкушение баснословного заработка и подъема по карьерной лестнице, а явное неодобрение всего здесь происходящего. Четвертое. На охоте, если ее так можно назвать, расстрел диких зверей, выбегающих из клеток с безопасного расстояния, он не сделал ни одного выстрела. Я поделился с агентами своими подозрениями, но меня подняли на смех. Это после Ирака вам везде враги мерещатся. Расслабьтесь и получайте удовольствие, сэр. Меня реально взбесила эта пи***я фраза. Ладно, твари, дерзите, сколько хотите, а мои приказы будете выполнять как миленькие. Солнце скрылось, и моментально наступили сумерки. Я поставил кружку из титанового сплава на удобный выступ в скале и наполнил ее кофейком из термоса. Убивая чувство голода, я агрессивно поглощал свой сэндвич. Краем глаза я уловил на базе неестественно быстрое движение. Отложив трапезу, я поднес бинокль глазам. Опа! Да это же наш рекультиватор! И куда он так быстро бежит через всю базу? Сейчас парнишка себя и выдаст. Вот он запыхался и перешел на шаг. Подошел к охотничьему домику и скрылся за дверью. Я перевел взгляд на окно этого строения. Обзор того, что происходит в хижине, был прискверный. Я расстегнул рюкзак и вытащил упаковку с квадрокоптером. Наскоро собрал дрон и настроил его. Для ускорения работы выбрал ручной режим управления. С помощью нескольких камней сидушки создал ровную площадку для дрона и установил его. Дрон плавно поднялся и, быстро набрав высоту, ушел в точку. Я перевел взгляд на планшет, который показывал изображение с камеры квадрокоптера. Бескрайний лес, затем безмятежное озеро, окруженное невысокими скалами. А вот и база. Пора снижаться. Есть. Получилось зависнуть прямо возле нужного окна. Было отчетливо видно, что происходит в хижине. Американский бизнесмен, проститутка из Санкт-Петербурга, егерь и рекультиватор Александр Весело отплясывали под какой-то шансон, в стороне стоял известный, хоть я о нем не знал до сегодняшнего дня, российский певец. С грустью наблюдая за происходящим. Еще бы, ведь не под его песни люди веселились. Может быть, зря я себя накручиваю, наводя напраслену на парня. Возможно и правда мне лучше забить на все и просто переждать ближайшие два дня. Я продолжил свой прерванный ланч. Довольно быстро холодало, поэтому кофе уже остыл. Из-за горизонта постепенно поднималась полная луна, освещая таежный пейзаж зловещим бледно-желтым цветом. Узор из горы кратеров напоминал очертания оскалившегося дракона. Из планшета раздались звуки выстрелов. Я посмотрел на изображение. Вот это нежданчик. Певец прикончил всех в охотничьем домике, кроме Александра, и направил пистолет прямо в камеру. Изображение мгновенно погасло. Я взял в руки рацию. «Скважина, я скала, выходите на связь!» Заорал я. «Скважина, я ответил!» Раздался голос дико полный блаженства. Кроме этого были слышны ритмично повторяющиеся чавкающие звуки. Вот уроды, я чуть не блеванул. «Охотничий домик номер один, стрельба минимум с тремя жертвами. Немедленно разобраться! По всем вооруженным, кроме охранников, стрелять на поражение!» «Да, сэр!» Удивленно ответил дик. «Теперь пора срочно добираться до базы». Я начал спускаться со скалы в ускоренном режиме. Собой взял лишь рацию и пистолет. Четко отработанными движениями я траверсом проходил скалу. Мои цепкие пальцы мертвой хваткой сжимали выступы и впадины холодных скал, покрытых лишайниками. Три точки опоры. Откуда одну руку-ногу убрал, туда другую поставил. «Гоу-гоу-гоу!» Теперь начался отрицательный уклон. Еще 10 футов траверса и будет легкий удобный спуск. Вот и удобный уступ как раз для обеих рук. Опора, за которую я взялся обеими руками, пришла в движение, и у меня в руках оказался обломок скалы размером с баскетбольный мяч. Я потерял равновесие и стремительно понесся вниз. Перспектива лететь полторы сотни футов совсем не радовала. Это фиаско, бро! За доли секунды я перевернулся в воздухе лицом вниз, обеими руками оттолкнулся от валуна предателя, а тактическими ботинками от коварной скалы. Я вытянул руки вперед и спустя секунду уцепился за тонкую ветку. Хвоя больно впилась мне в ладони, и ветка не выдержала. Падение замедлилось, однако последовали частые удары об шершавую кору. Вскоре ветвь потолще заботливо приняла меня в свои объятия. Похоже, переломов нет, но ссадин и гематом предостаточно. Теперь надо спуститься на землю. Нижний ярус ветвей на высоте 20 футов. Высоковато, чтобы прыгать на валуны. Перебрался на край ветки, и она под моим весом заметно прогнулась. Теперь можно и прыгнуть. Я несся напролом через лес, лавируя между деревьями и перепрыгивая через коварные корни. Хвойные лиственные ветки постоянно хлистали по моему суровому лицу. По мере приближения к базе, я услышал звуки выстрелов, причем не только одиночные, но и пулеметные очереди. Как? Как на базу отдыха можно было пронести пулемет? На фоне шума непрерывной пулеметной очереди были слышны истошные вопли. По-русски, по-английски. Помогите! Не убивайте меня! Почему не от связи, блять? Аааа! Прячась за постройками элементами ландшафтного дизайна, я осторожно приближался к источнику шума. Кругом валялось множество окровавленных тел. Распластавшись на газоне, лежит агент Дик в плаще, а неподалеку агент Пуси в БДСМ-костюме. Ну что, утонченные специальные агенты, не послушали быдло солдафона? Не замечая, Мачилова извил и вышел в говно бухой агент Пауэр, но не спеша расстегнул ширинку и деловито отлил прямо в бассейн. Тут же, получив несколько пуль, зря я ему ничего не крикнул, но он бы все равно не успел среагировать. В паре сотен футов из-за одной из вилл появились террористы и двинулись в сторону апартаментов Маккейна, расстреливая всех, кто им встречался по пути и зачищая каждое строение. Их было двое. Певец с миниганом. Невозможно было предположить, что такой жердя окажется настолько силен, ловок в движениях. И вообще профессиональным убийцей. И рекультиватор с пистолетом. Видно было, что парнишка первый раз держит пистолет в руках. Сейчас надеру им задницу. Я снял магнум с предохранителя и принялся осторожно заходить террористам в тыл. Из одной виллы выбежал агент Борт и открыл огонь по певцу. И тут же был снесен длинной очередью из минигана. Воспользовавшись тем, что певец отвлекся на перестрелку, я прицелился и всадил в певца две пули. Асталависта крошка. Его затылок умиг окрасился кровью. Четкий хедшот. Рекультиватора надобно допросить с пристрастием, поэтому я выстрелил ему в ногу, но промахнулся, так как в этот момент чихнул. Перезаряжая пистолет, я заметил боковым зрением, что ствол минигана направлен прямо на меня. What the fuck? Этот террорист до сих пор жив? Я вошел в кувырок, но было поздно. Множество пуль пронзили мое тренированное тело. После нескольких секунд невыносимой боли я перестал видеть, слышать, чувствовать. Вот и все. Какая же глупая и нелепая смерть. Эх, папа, папа. Если бы ты много лет назад сделал правильный выбор. Я бы не оказался в таком положении, нет. Все, что произошло в моей жизни, результат моего осознанного выбора. По идее, у меня есть шанс всех простить и попросить прощения у Создателя за все свои поступки. Но я ни разу не христианин. Зато скоро я удовлетворю любопытство, есть ли жизнь после смерти. Потом все исчезло. Даже бредовые мысли. Глава первая. Пало-Альто, Калифорния. 1980-е, начало 90-х. Начало флэшбэка. Мое счастливое и беззаботное детство прошло в живописном пригороде Пало-Альто под мягким калифорнийским солнцем. Я воспринимал многое как само собой разумеющееся. Жизнь в просторном и богатом коттедже. Каждый прием пищи, органик, фуд, деликатесы почти каждые выходные. Игрушки стоимостью как зарплата среднего класса за месяц. Добротный инвентарь для занятий различными видами спорта, частые поездки в Диснейленд, в горы с навороченным альпинистским снаряжением и многое другое. Стоило только отлично учиться и достигать достойных результатов в спорте, и родители мне покупали и организовывали все, что я пожелаю. Естественно, не было никаких сомнений, что всех ништяков, которые у меня были, я добился сам. На самом деле, наше благополучие держалось на титаническом труде и высоких умственных способностях моего отца. А также на любви и заботе мамы, умевшей трудные моменты поддерживать и мотивировать. Впрочем, какие еще трудности? В то время мы еще не знали настоящих проблем. Еще задолго до окончания МВТУ имени Баумана мой отец решил, что посвятит свою жизнь науке. Он мечтал стать локомотивом прогресса, вытягивающим человечество к благополучию, миру и процветанию. И, честно говоря, был на пути к этому. Уже в 24 года он защитил кандидатскую диссертацию. В 25 лет был в составе делегации СССР на Пагуошской конференции, что не мешало ему работать в области высоких технологий на военном заводе. На этой конференции он сдружился с американским ученым Джорджем Прайдом, в далеком прошлом Егор Гордеев, что стало в будущем спасительной соломинкой. Спустя год был осужден на 20 лет общего режима и отправлен в Чукотский исправительно-трудовой лагерь. Папа никогда не рассказывал ни о причинах ареста, ни о подробностях побега. Глядя на физическую карту этих мест, можно сделать вывод, что совершить удачный побег и тем более добраться до Анкориджа – это практически за пределами человеческих возможностей. Более того, фантастическим везением оказалась командировка Джорджа Прайда на Аляску именно в это время, что и обеспечило им встречу. «Пытливые умы и обширные знания моего отца были оценены по достоинству, и вскоре Прайд его трудоустроил на высокооплачиваемую работу в Кремниевой долине». В отличие от большинства фирм Кремниевой долины, организация, в которой работал отец, не тратила миллионы на рекламу, зато имела многочисленные контракты с ЦРУ и Пентагоном. «Завистники говорили, что мой папа был облагодетельствован Америкой и жалости как жертвой репрессий, но факты говорили об обратном. «Каждый цент, вложенный в моего отца, вернулся долларом в американскую экономику, и даже Прайд очень быстро пошел на повышение после трудоустройства моего папы. Все, кто его знал, отзывались о нем как о мягком и неконфликтном человеке. «Мама, внучка белогвардейского офицера, а также дочь Джорджа Прайда, деньги моего отца позволяли ей не работать, и круг ее увлечений был обширен. Йога, фитнес, различные волонтерские экологические движения, благотворительность и так далее. Но в доме всегда царили идеальный порядок, уют и доброжелательная атмосфера. Конечно, родители изо всех сил старались дать мне достойное образование. Меня определили в самую престижную школу Пало-Альто. Несмотря на высокую стоимость обучения, мне пришлось выдержать неслабый конкурс при поступлении пять человек на место. Железная дисциплина, грамотная подача материала и индивидуальный подход к каждому ученику давали возможность выпускникам поступить в самые уважаемые вузы мира. Учебная программа шла в ногу со временем, поэтому с младших классов мы изучали информатику. Причем не только стандартные операционные системы, как MS-DOS и стремительно набирающие популярность Windows, но и различные языки программирования. Физическое развитие тоже необходимо, поэтому я немало времени уделял баскетболу, плаванию и альпинизму. Благо, поблизости располагались Тихий океан и Сьерра-Невада. Как только папе удавалось взять отпуск, мы отправлялись на его тюнингованном Гран-Чироке, какой-нибудь природной достопримечательности нашей страны или ближнего зарубежья, где он учил меня выживанию в дикой природе. Вот только самообороны и навыки выживания среди двуногих хищников для меня казались безнадежно устаревшим и ненужным атовизмом, ведь любой конфликт можно мирно решить в крайнем случае через суд. К тому же один случай укрепил мое мнение по данному вопросу. Однажды мамина подруга с мужем приехала из Нью-Йорка к нам погостить. Муж маминой подруги, мистер Буби, мне сразу не понравился. Самодовольный, хамоватый бодибилдер, явно переборщивший с астероидами. Работал он трейдером, если это можно назвать работой, и очень гордился своим заработком. Я проснулся среди ночи и тихонько подобрался к гостиной, там в застолье постепенно шло кульминации. Мама с подругой, усевшись на диване, щебетали на какие-то женские темы. Разговор отца и мистера Буби происходил на повышенных тонах. «Ай, Степан!» – небрежно произнес Буби. Он вальяжно развалился в кресле, закинув ногу на подлокотник. «Степан!» – поправил папа. «Степан, бля! Вот просвети меня!» Он отхлебнул полстакана смеси виски с колой. «Баланда? Ну, основная еда русских. Это что-то типа помоев. Но похлебал баланды, сожрал ежа, влил в себя технический спирт и вуаля! Больше не замечаешь, что живешь в сортире, занявшем одну шестую часть суши!» «Во-первых, не тебе, Чаву, приговорившему полторы бутылки вискаря, говорить о пьянстве целого народа и о стране, которую ты никогда не видел. Похоже, что отец уже терял терпение. «Расслабляюсь, как хочу! Ты кто такой, чтобы мне запрещать?» «Во-вторых,» – продолжал папа, пропустив мимо ушей последнюю реплику. «Знаешь, что общего между советским быдлом и американскими реднеками?» «Они верят в любой бред, наскоро слепленный пропагандистами, и с умным видом спорят о том, чего не знают. Прием ежа в пищу – это эпизод из произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». «Советский летчик сделал это ради выживания. Тебе бы следовало прочитать, чтобы знал силу русского духа». «В-третьих, баланду едят исключительно в местах лишения свободы. А так русские любят борщ. Это довольно вкусная и сытная пища, но из гомогенизированного дерьма, растущего здесь, он не получится». «Кстати, насчет каталажки. За что тебя сажали?» – скривился качок. «Не поцеловал красное знамя или не упал на колени перед портретом Сталина?» «Не твоего ума дело. Я был арестован после развенчивания культа личности Сталина, мистер Блокхед. Поверь мне, за мое преступление в США меня бы ждал электрический стул». «Не твоего ума дело, мистер Блокхед», – передразнил моего отца Буби. «Как же я вас ненавижу, ученые, хот-доги моченые. Считайте себя самыми умными и полезными для человечества. Сидите, занимайтесь неясной мутью, получаете деньги с наших налогов, с моих налогов!» «Ты час назад хвастался, как технично уходишь от налогов», – ухмыльнулся отец. «А теперь переживаешь, на что идут налоги, которые ты недоплачиваешь?» «И вообще, ты реально считаешь, что зарабатываешь деньги?» «Купил акции подешевле, продал подороже, как рыночная торговка и трясешься?» «Как бы власти не узнали о твоем пользовании инсайдерской информацией!» Громко матерясь, бодибилдер опрокинул стол и кинулся на отца. «Боб, нет!» – завизжала его жена, пытаясь удержать здоровяка. Миссис Буби, отброшенная на пару ярдов, опрокинув кресло, громко заверещала. Тем временем Боб, не замечая криков супруги, снова бросился в атаку, как разъяренный бизон. За свою храбрость и священную ярость комнатный Рэмбо был награжден красочным апперкотом. От падения грузного тела слегка подпрыгнула мебель в гостиной. На утро, естественно, были обнимашки и взаимные извинения. Спустя неделю этот подонок через суд взыскал с отца пару штук баксов. После этого мой вывод был прост. Любая победа в драке оборачивается поражением в суде. С 1991 года мой идеальный мир начал трещать по швам, но я не замечал неизбежного приближения черных дней. После распада СССР у США практически не осталось геополитических противников, и у организации, в которой работал отец, четверо снизилось количество заказов от ЦРУ и Пентагона. По этой причине отдел моего отца был сокращен. Для того, чтобы получить золотой парашют, он был вынужден подарить компании свои несколько патентов. Солидные компании, много лет пытавшиеся папу переманить к себе, после сокращения по неизвестным причинам, отказывались брать его на работу. Оставался только Стэнфордский университет, где его ждали с распростертыми объятиями, между прочим, на должность профессора. Это решение было бы самым лучшим. Конечно, необходимо было мне и маме объяснить, что придется жить поскромнее. Отказаться от многих излишеств, найти жилье попроще. Но папа поступил иначе. Начать свой полулегальный бизнес в самом опасном городе страны, при этом заложив свое имущество ради стартового капитала, было очень опрометчивым поступком. Однако отец утверждал, что после упадка Детройт должен возродиться. Не может же такой промышленный исполин заглохнуть навсегда. Мама кричала ему, что после 1967-го там делать нечего. Он исчезал в этой обители безысходности и криминала. А мы месяцами ждали его в благополучном и безопасном Пало-Альто. Три года у него дела шли просто великолепно, но судьба с ним играла в поддавки, как карточные шулеры, чтобы потом нанести сокрушительный удар. Банк все долго конфисковал у нас коттедж и обе машины, а драгоценности, мебель и многое другое пришлось продать для того, чтобы не остаться на улице. На помощь от бабушки с дедушкой не было никаких надежд, а они выжили из ума, а, возможно, просто поняли смысл жизни. Несколько лет назад, продав все свое имущество и спустив все деньги на благотворительность, они отправились путешествовать по стране в доме на колесах. Вскоре отец объявил, что нашел высокооплачиваемую работу в Детройте и отправляется туда. А нам снимет жилье в тихом благополучном Кливленде. Мы с мамой твердо заявили, что не оставим его одного. Несмотря на его холодящие и кровь рассказы о жизни в Детройте, мы были непреклонны. Детройт, 1994 Наше новое жилье находилось в ветхом кирпичном строении коридорного типа. Оно давным-давно было рабочим общежитием обокротившегося завода. Апартаменты состояли из тесной спальни и маленькой кухни, санузел этажом ниже. Видно было, что отец готовился к нашему переезду. Водопровод был со свежими сварными швами, разваливающаяся мебель укреплена стальными пластинами и уголками. На стенах, особенно там, где должны были быть плентуса, многочисленные следы силикона и цементного раствора. Это не ремонт, а ликвидация всех щелей в целях защиты от крыс и тараканов. Как и ожидалось, соседи представляли собой сброд и отбросы общества. Однако они были вежливы и дружелюбны с нами, причиной чего являлось умение отца ладить с людьми, а также его дезерт игл. Дорога в школу представляла собой получасовой лабиринт страха, который я всегда преодолевал бегом и соображений безопасности. Первая часть пути была самой безопасной, ее можно было пробегать легкой трусцой, обычной трущобы с низкими и уродливыми строениями, покрытыми граффити. Если на окрики местных отморозков не отвечать, они не трогали. Дальше на пути стоял обширный заросший парк, который местные за милю обходили стороной. Он являлся ярким примером победы природы над человеком в черте города. На подступах к парку бурьян выше человеческого роста плавно переходил в непролазную чащу молодых деревьев. И колючих кустарников. Дальше без преувеличения темный дремучий лес, из которого по ночам раздавалась мерзкая тявканье шакалов. Там зачастую проходили гангстерские разборки, сделки по приобретению крупных партий оружия и наркотиков, тайны и захоронения жмуриков. Понятное дело, у случайных свидетелей этого беспредела вероятность выжить была невелика. Поэтому обходить приходилось либо через наркопритоны, либо через гетто, кишащее черными расистами. С какой бы стороны я не обходил этот участок, приходилось преодолевать в режиме стометровки. Дальше путь проходил мимо заброшенного завода, где можно было снизить скорость, но ненамного. В нашем классе было 35 человек, из которых 25 черных, 7 белых и 3 латиноса. Взаимоотношения строились лишь на праве силы. Инструкция выживания очень проста. Либо стелешься под сильного, либо давишь слабого. На вершине пищевой цепочки находился Том Экс, здоровенный черный расист и самый отмороженный беспредельщик школы. В соответствии с цветом кожи и фамилии, он носил к ликуху черный топор. Экс и его шестерки безнаказанно терроризировали основную часть класса, особенно белых и латиносов, и пользовались успехом у девок всех цветов кожи. Никто не мог им дать отпор, и чтобы отвлечься от боли и унижений, причиненных отморозками, одноклассники отрывались на тех, кто послабее. Чтобы сверстники определили тинейджера на низы общества, иногда бывает достаточно самого незначительного повода. У меня их было с избытком. Всезнайка всегда на отлично отвечавший на уроках, младше всех в классе. Уровень знаний, полученных в Пало-Альто, более чем достаточен для перехода в 10-й, а не в 9-й класс. Не мог за себя постоять, не курил, не матерился, к тому же белый. Травля началась с самого первого дня, для них это было одним из способов сорвать злобу, самоутвердиться. А к травле они относились как к веселой игре. Моей самой частой реакцией на побои и унижения было закрыть лицо руками и сквозь слезы кричать что-то типа «Вы не имеете права, буллинг это недопустимо». На что мне с гыгыканьем отвечали «Если ты буллщит, то буллинг это судьба». Таким образом перемены и время после уроков превращались для меня в ад, но по их требованию я ни разу не упал на колени, не лизал пол, не пил мочу, что стоило мне двух выбитых зубов и сломанного носа. В конце первой учебной недели я не выдержал и все рассказал родителям. У мамы была бурная реакция. «Нам надо немедленно выбираться из этой дыры. Если мы за неделю не съедем отсюда, я уйду от тебя и заберу Джо. И ты нас больше никогда не увидишь», — орала мама на отца. «Джо, пойдем поговорим». Поднимая меня из-за стола, он повернулся к маме. «А ты не лезь». «Пальцем его тронешь!» Папа пристально посмотрел маме в глаза, и она отвела взгляд. «Я ожидал таких фраз. Соберись, тряпка, не реви как баба, будь мужиком, блядь, но ничего этого не последовало». «Джо, это моя вина, что не научил тебя защищаться. Для мужчины необходимо умение постоять за себя, даже если это в жизни не пригодится. Я тоже прошел через ад, правда, мне тогда было 26. Представляешь себе молодого ученого среди матерых уркаганов. Все время, пока ты находишься дома, ты в безопасности. У меня тогда не было такого бонуса, и я не сломался, не стал ни чутом, ни пи***ком, ни обиженкой, ни дневальным. Я тебя научу способу самозащиты Кадочникова, и ты скрутишь своего экса в бараний рог. А его ли за блюды просто в стороны разбегутся? А пока ты не освоил это замечательное боевое искусство, используй свои лучшие стороны, чтобы свести травлю на нет. Ты ловок в движениях, быстро бегаешь, и к тому же не глупый пацан. Когда начнем заниматься? Завтра в пять утра». Глава вторая На первой же тренировке меня постигло разочарование. Хоть его объяснения приемов и промежуточных упражнений были рациональны и логичны, все базировалось на азах физики. Но со стороны тренировка выглядела смешно и нелепо. Я не выдержал и спросил. «Папа, ну неужели отморозки вот так будут стоять с вытянутыми в сторону руками и ждать, пока я их завалю?» «Во-первых, сынок, не все сразу. Во-вторых, тебе надо понять принципы данного единоборства и постепенно переходить от простого к сложному. И, наконец, в-третьих, необходимо научиться чувствовать противника, и тогда ты всю его силу и ловкость сможешь использовать против него же». «После первого занятия отец в очередной раз удивил меня. Кроме наших тренировок, я бы тебе посоветовал записаться на кикбоксинг. Есть хороший тренер поблизости. Значит, система Кадочникова не настолько совершенна?» «Не в этом дело. Для того, чтобы достичь достойных результатов в этом способе самозащиты, необходимо усиленно заниматься годами. Но ты же не готов так долго терпеть унижения. Зато, если ты применишь принципы этой системы в любом из единоборств, тебе в нем просто не будет равных». День за днем, месяц за месяцем я двигался вперед, совмещая ежедневные изнурительные тренировки с учебой. Травля постепенно ослабевала, часть одноклассников стала лучше относиться ко мне благодаря моей помощи с контрольными. Некоторые, благодаря моим навыкам в баскетболе, хоть мой рост оставлял желать лучшего, зато неплохо получалось перехватывать мяч и забрасывать его в кольцо середины поля. Оставались единицы обидчиков, от которых пока что приходилось спасаться бегством. Переломный момент наступил перед рождественскими каникулами. Однажды после того, как отлил, я направился к выходу из школьного сортира. В туалет вошел Крис Манки, шестерка Экса, по ошибке считавший себя его лучшим другом. Его облик напоминал российские карикатуры на черную молодежь. Длинные несуразные дреды, широкие джинсы, позолоченная цепь, постепенно ржавеющая, толщиной с палец. Множество персней такого же качества, кеды на толстой подошве. Он преградил мне путь и закрыл дверь на щеколду. Конечно, он хочет меня унизить. Крис дрался один на один лишь с теми, кто намного слабее него. На остальных он наезжал лишь в присутствии Экса. Меня он не опасался. Я ниже ростом на полголовы, легче на 15 фунтов и к тому же ботан. Но хуй ты угадал, мудила. Я ума зафака! Провизжал он ритмичной скороговоркой. Как насчет отцессать? Крис, ты же черный расист. Будь верен своим принципам, соси только у Экса его черный топор. Эх, ты ж кусок белого дерьма! Манки размахнулся ногой, пытаясь врезать мне по яйцам. Благодаря моей реакции, его кед попал по внутренней части левого бедра. Не теряя ни секунды, я правой ногой резко шагнул вперед и влево. Таким образом, его нога, взятая на излом, была использована как рычаг. Нига, потеряв равновесие, хорошенько приложился своей бестолковкой об унитаз и обмяк на полу. Уайт, помоги мне подняться! Застонал он. Я подал ему руку, а он, поднявшись, попытался пробить хук. Вот пидор! Я слегка поднырнув, подрихтовал ему печень, затем провел неплохой апперкот. Финиш хим! Говнюка, корчащегося на полу, я перевернул на живот, связал дредами его руки за спиной, а ноги согнул и шнурками привязал к рукам. Все это происходило под истошные вопли. Ничего, пусть полежит, подумает над своим поведением. Крис, заебал срать, быстрее выходи! Раздался басок Экса за дверью. Дело принимает скверный оборот. С этой гориллой я по-любому не справлюсь. «Том, быстрее ломать дверь!» Завизжал Манки. За дверью несколько человек заржали. Что же делать? Черный топор хоть и безнадежно туп, но он скоро поймет, что у Манки реальные проблемы, и сломает дверь. Тогда мне точно пиздец. Я подошел к окну и высунулся, встав одной ногой на подоконник, другой на отлив. Крупные снежинки толстым слоем покрывали школьный двор, немного скрашивая уродство пейзажа за окном. Подо мной было три этажа. Я развернул голову к стене и посмотрел вверх. Обвалившаяся штукатурка обнажала кирпичную кладку. Элементы вогнутой расшивки вполне могли служить зацепками для пальцев. Я никогда не покорял скалы такой сложности, но все бывает в первый раз. Фот за фотом, чувствуя холод всем телом и невыносимую боль от напряжения в пальцах, я карабкался вверх по холодной стене. Тем временем из окна подо мной раздавались голоса быдла. «Йоу, манки, ты к толчку прилип или засасывает злой в ватер-клозет!» – корикнул кто-то из шестерок экса. «Не, он обкурился и не может найти выход!» «Не смешно, уроды!» – завопил манки, как разъяренная мартышка. «А ну быстро сломайте дверь, развяжите меня, мать вашу! Не надавайте пизды этому пи***су Уайту!» Вновь раздался дружный хохот. «Оу, фак! Крис тебя что, ботан связал?» – вдоволь наржавшийся ролекс. «Ты устроил тебе крутую анальную порку!» «Ломайте дверь, суки!» – завопил Крис до хрипа. Раздался звук удара в дверь и ее падение на кафель. Зацепки закончились, теперь только гладкая штукатурка. И как теперь быть? Неподалеку был глубокий скол, но в качестве зацепки он не годился. А если получше присмотреться? Да это же несущая колонна, и на ней обнажилась четырнадцатая арматура. Вот это подарок судьбы! Я ухватился за ржавчину обеими руками, потянулся и осуществил выход силой. Резко выбросив правую руку в сторону и вверх, я дотянулся до отлива. «Ес!» «Окно открыто!» Как только я спрыгнул с подоконника на старый кафель, последовали визги и крепкие многоэтажные выражения одноклассниц. «Чит, оу, фак!» «Это же женский туалет!» Я метнулся к двери и силой толкнув ее, услышал звук падающего тела. И снова громкий визг. Изабелла, новая чика-экса, закрывая рукой окровавленный нос, распласталась на полу в соблазнительной позе. Ее длинные черные волосы, как ковер, расстелились по полу. Одна ножка была выпрямлена, другая чуть согнута. Короткая кожаная юбка так задралась, что было видно не только резинки на сетчатых чулках, но и красные трусики. «Хороша сучка. Я нередко передергивал, представляя себе ее. Я подал ей руку и помог подняться. «Эх, ну, извини, я не специально», – промямлил я и тут же получил звонкую пощечину. «Разуй глаза, придурок!» – зашипела она. «Я скажу тому, и он тебя отпиздит!» До последних событий вряд ли у этого мутанта переростка другие планы в отношении меня. Мое лицо вмиг стало суровым, и я протянул ей бумажный платок. «На, вытрись и запрокинь голову назад!» – скомандовал я. Она повиновалась, но мочив другой платок под краном, я укрепил его у нее на переносице. «Не опускай голову, пока кровь не остановится!» Изабелла как-то странно посмотрела на меня, слегка облизнув губы. Вскоре раздался звонок, и я поспешил на химию. Ствол, все еще находящийся в полной боеготовности, мешал мне бежать. Из класса вышел белый жердяй Дэвид Хейл. «Химии не будет, лузер! Проваливай домой!» – небрежно произнес Дэвид. Я не стал отвечать на оскорбления. Буду я еще пачкаться об этого нацистского ушлепка. Как только я забрал свои вещи, в класс вошли пять ниггеров. Широченные плечи Экса находились на одном уровне с макушками остальной. «Докорабкался по стенам, Спайдер-мен!» – пробасил Экс. «Сейчас мы тебя жизни научим!» «Допустим этого пи***ла до пятки таракана!» – подтявкнул Манки. «Мои бойцовские качества еще не настолько совершенны, чтобы всех раскидать. Отмахиваться стулом? Бред! Бежать к двери? Нет смысла! К лабораторному стенду! Бегом! Вот одна колба! Что в ней? Аж и внутри! А вот и глицерин! Ништяк! Потихоньку смешиваем. Беспредельщики уже близко, всего десять футов до них. Аккуратно, чтобы как можно меньше потревожить жидкость в колбе, метнул емкость в толпу. «Хуяк!» Я пригнулся и заткнул уши. Старая парта разлетелась на щепки, а четыре контуженных мудака катались по полу в разорванной одежде. «Надеюсь, серьезных увечья я им не нанес, поэтому пора бежать!» В подтверждении моих мыслей хулиганы начали медленно подниматься. Мне на перерез метнулся чувак, нетронутый взрывом, отсекая меня от двери. Я, вспрыгнув на парту, на противоходе нокаутировал его с ноги в рыло. «Все, путь свободен. Быстрее из этой поганой школы!» Прыгая через четыре ступеньки, я несся вниз по лестнице. Еще чуть-чуть и первый этаж. «Оу, щит!» Какая сука я рассыпала ММДЭМС на лестнице! Я поскользнулся и полетел кубарем вниз. Сзади стали слышны быстро приближающиеся шаги нескольких человек. «Вот он, не уйдешь, пи***ь!» Раздался фальцет манки. Превозмогая боли головокружения, я с трудом встал и, ускоряясь, направился к выходу. Затем миновал школьный двор. Погоня все ближе. Рано или поздно они меня догонят. Решение надо принимать немедленно. Куда бежать? В парк! Я тогда был невысоким и поджаром. К тому же у меня был небольшой опыт преодоления различных препятствий в лесах. Разумеется, я относительно быстро преодолел непролазную чащу на подступах к парку. Мои преследователи там подольше увязли. К сожалению, снегопад закончился, и по моим следам найти меня не составляло труда. Вспоминая рассказы местных, я постепенно продвигался вглубь парка. Где-то в центре парка стояла заброшенная кафешка. В ней жил один странный бомж, которого местные прозвали Дракула. Он внешне и правда напоминал вурдалака. Налитые кровью глаза, старомодный костюм в сочетании с кожаным видавшим виды плащом. Видно, что эта одежда очень давно была модной и дорогой, но сейчас превратилась в лохмотья. Длинные соломенные волосы – всегда угрюмое выражение бледного лица. Хромота и сутулость добавляли жути в его внешность. В городе я видел его всего один раз, и то быстро бросился на утек. Дракула появлялся в городе раз в месяц, и, возвращаясь в парк, тащил за спиной мешок с неизвестно чем. Невежество порождает суеверие, поэтому о бомже слагали различные страшилки. Одни говорили, что он сатанист, приносящий в жертву людей. Другие, что он каннибал, носящий в лес расчлененку в мешках. Третьи принимали его за беглого преступника, промышляющего грабежами и убийствами. Четвертые его вообще считали лесной нечистью. В любом случае, я решил бежать в том направлении. Это лучший способ оторваться от них. Думаю, увидев, что мои следы ведут туда, эти уроды реально за суд. А с бомжом как-нибудь договорюсь. В самом деле, не каннибал же он. Полчаса петляя по лесу, проваливаясь то по колено, то по поясу гробы, продирая сквозь бурелом, я наконец-то вышел к серому, невзрачному, полуразрушенному строению. И шагнул вовнутрь. Уже ничего не напоминало о том, что люди здесь раньше хорошо проводили время. Барная стойка использовалась в качестве поленицы. На полусгнивших столах сушились грибы и травы. На спинках стульев висели шкуры зверей. Из помещения, где было раньше кухни, исходило тепло. Совсем близко стали слышны голоса черных. Я спрятался за барную стойку. Один за другим вовнутрь вошли пятеро хулиганов. На втором этаже послышался шорох. Из огромного отверстия в прогнившем перекрытии спрыгнул Дракула, оказавшись прямо перед шпаной. При прыжке его плащ развивался, как крылья летучей мыши, что добавляло жути. «Эй, парни, вы что здесь забыли?» — хрипло спросил бомж. «Мы ищем одного охуевшему мудилу!» — пробасил Экс. «А его следы ведут сюда!» «Охуевшие мудилы — это вы! Пиздуйте отсюда!» «Ты на кого чизбургер крошишь, бомжара?» Тяпкнул манки, и тут же все пятеро бросились на бомжа. «Жалко стало Люмпина. Сейчас из-за меня получат по полной ни за что. Все произошло очень быстро». Хулиганы почти профессионально наносили удары руками и ногами, но ни один из ударов не достиг цели. Бомж же двигался медленно, вяло и лениво, и почти не касался подростков, а они падали как подкошенные и вырубались. Через несколько секунд он стоял, вытирая руки старым платком над пятью лежащими телами. Дракула пристально посмотрел туда, где я прятался. Вот и моя очередь пришла. Все тело пробило дрожь, как от удара электрического тока. «Выходи, не бойся!» «Рассказывай, зачем пожаловал». «Научите меня так же... Обороняться!» Промолвил я, вставая из-за барной стойки. «Нет проблем. Только с тебя пакет дрожжей и мешок сахара каждый месяц». Его звали Тайвету, и он был единственным моим другом в течение двух с половиной лет. За долгие годы я был первым, кто общался с ним по-человечески, без страха, спеси и хамства. После тяжелейших тренировок, которыми я заменил кикбоксинг, Тайвету охотно рассказывал о своей жизни. Место своего рождения он не называл, но говорил, что до 16 лет он жил в гармонии с природой. В резервации, что ли? Нет, на индейца он не был похож. Светлые волосы, слегка раскосые глаза, крупные мясистые черты лица. Потом у него случился конфликт с родителями, и он отправился, куда глаза глядят. За тысячи миль от дома на поиске приключений, он очень быстро приспособился к цивилизации, пытливым умом дикаря, и даже несколько лет владел процветающей компанией. Позже его предали жена-красавица, но гнилая внутри, и лучший друг, довольно личный ублюдок. Обманом забрав у него бизнес и все имущество, после этого он разочаровался в людях. Помотавшись по стороне в том, в чем ушел из дома, он прижился в этом парке. В парке он жил охотой и собирательством, а дрожжи и сахар ему нужны были для производства лечебных и тонизирующих настоек. Место для жизни, по его мнению, просто идеально, и не среди людей, в которых он разочаровался, и не в дикой природе. В этом случае он бы признал, что его папа был прав. После случая в парке, черный топор и его шестерки шарахались от меня, как от прокаженного. Такое отношение меня вполне устраивало. Конец флешбека Карелия Через три месяца после расстрела базы отдыха Открыв глаза, я увидел, что нахожусь в деревянном срубе и лежу на кушетке, покрытой шкурами. Избушка на курьих ножках, которую мама упоминала в сказках. «Резко не вставай!» раздался сбоку знакомый голос. Я повернул голову и увидел старика со знакомыми чертами лица. На нем был не старомодный костюм, а национальная одежда какого-то угра финского народа. Морщин добавилось. Осанка, как ни странно, стала лучше, но это был без тени сомнений он. «Тайвету!» обрадовался я и с трудом поднялся на локтях. «Ты ебанутый!» «Хе-хе!» Субтитры создавал DimaTorzok